Здравствуйте! С вами Центр Эдванс и я, Света Ахметова. Мы, русские, очень любим пошутить. Практически, как англичане, любители тонкого юмора. Однако, можно сказать что-то смешное намеренно, а можно вовсе того не желая. И иногда это бывает не только смешно, но и неудобно, потому что неправильно произнесенное слово или не к месту употребленное ставит ситуацию в совершенно неприличное положение. Об этом в нашем видео. Внимание! Особо чувствительным или щепетильным данное видео к просмотру не рекомендуется. Обилие неприличных вещей мы вам гарантируем. Итак, топ-3 самых неприличных ошибок, которые делают русские. С одной стороны смешная, а с другой очень неприличная ситуация возникает, когда мы, русские, употребляем глагол «мочь» в отрицательной форме. «Can not» в сокращенном виде будет «cant». Так нас научили в школе. Это классический британский вариант. Но дело в том, что наши русские глотки абсолютно не приспособлены для того, чтобы произносить дальние задние звуки. У нас вообще нет разницы между передними и задними звуками. Поэтому мы произносим все на каком-то среднем уровне, и получается «cant». Для того, чтобы вы не заблуждались, я вам скажу, что это матерное слово, обозначающее дамские гениталии. Туда частенько посылают. В телепередачах такое слово, как Павел, заглушают звуком. А теперь представьте, человек, который не очень хорошо знает английский, еще и пихает форму глагола «быть», «эм», везде, куда ни попадя. И он говорит «I am cunt». Что он сказал дальше, уже не важно, потому что все поняли, как он назвал себя. Как этого избежать? Говорим как американцы. «Cant», потому что на то, чтобы поставить долгий задний «are» уйдет несколько недель. Масса проблем возникает, когда прямой перевод с русского на английский означает совершенно не то же самое, что мы хотим сказать. Ярким примером является глагол «чувствовать». В русском языке глагол «чувствовать» и «чувствовать себя» это разные глаголы. В английском это один и тот же глагол. Когда мы чувствуем вибрацию, мы говорим «I feel vibration». Когда мы чувствуем себя хорошо, мы говорим «I feel good» или «плохо». «I feel bad». Заметим, что после глагола «чувствовать» мы употребляем прилагательное «good» или «bad», а вовсе не наречие, как в русском языке. Но если мы будем переводить калькой, то есть слово в слово «чувствовать себя», получается «I feel myself». И так говорить сугубо не рекомендуется, потому что «feel myself» означает трогать себя в интимных местах целью доставить себе удовольствие. Если вы не хотите ставить себя в неприличную ситуацию, не употребляйте возвратное местоимение после глагола «чувствовать». Поберегите уши окружающих и свою репутацию. И, наконец, еще одна ужасная ошибка в произношении. Но начнем издалека. Особенностью русского языка является оглушение звонких согласных на конце слова. То есть, когда мы говорим «порог», мы произносим «порог». А слово «бог» произносим вообще как «бог», то есть мы меняем «г» на «х». В английском языке подобное недопустимо. Звонкие согласные остаются звонкими, а глухие – глухими. Далее произнесение гласных звуков. В английском звук «о» звучит совершенно не так, как русский «о». Мы произносим звук «о» округлым. В английском он очень далекий и несколько вертикальный «о» и немножко похож на «а». Вы наверняка слышали где-нибудь в фильмах. Люди говорят «О, Боже мой!». И это звучало практически как «гад». И вот что происходит, когда мы произносим слово «собака» – «дог». Мы оглушаем конечную согласную и получается «дог». То есть, это либо морской «дог», либо сокращенное слово доктор – «дог». Что произойдет, если мы будем неправильно произносить глагол «бегать трусцой» – jog. Кстати, для тех, кто не знает, «бегать трусцой» по утрам или в любое другое время суток именно jog, а не run. Run употребляется скорее как противопоставление глаголу walk – ходить пешком. Так вот, произнося глагол jog, русские люди оглушают конечный согласный, и получается jog. Поскольку звук «а» мы правильно не произносим, у нас получается некий сдавленный звук, и получается практически jerk. Еще одно слово в ваш запас матерных или неприличных слов. Значение этого слова – акт мастурбации, причем в самом грязном его значении. А теперь прикиньте, что подумают о вас и вашей откровенности ваши собеседники, если вы им скажете I jerk in the morning. Это слово обозначает не только действие, но и человека, который выполняет это действие. Наверняка вы встречали это слово в американских фильмах. В переводе его, как правило, давали как придурок. Однако на самом деле это просто приближенное слово, которое означает что-то такое похожее. Дело в том, что в русскоязычной культуре не принято так открыто и часто материться с экрана. А наши люди думают, раз в фильме употребляется, значит смело нужно учить и использовать. Иногда еще имеют место такие ситуации, когда какое-то слово использовалось в языке в каком-то другом значении, очень ограниченное количество времени. И бывает, что они увековечены в какой-то литературе. Например, у Курта Ванегута в одном из произведений использовалось слово jerk в значении очень энергичный, человек, который резко двигается. Однако, мода на Ванегута прошла еще лет 40 тому назад, и слово не закрепилось в языке, но осталось увековеченным в литературе. И однажды, я еще тогда училась в университете, встретился один студент, который выучил это слово, и приехавшему американцу, который был очень энергичным, сказал, что он a real jerk, тот его практически схватил за грудки. Поэтому нужно быть очень аккуратными в использовании такого рода слов. Важно заметить еще одну такую деталь. Американцы и многие англоговорящие используют слово fuck и его производные в качестве усилителей. То есть они ставят слово fucking перед прилагательными, существительными и глаголами для того, чтобы сделать свою речь более выразительной. Однако, такой способ выражения своих положительных эмоций используют только определенные слои населения, к которым вы вряд ли захотите быть причисленными. Ведь есть масса других способов выразить свои положительные эмоции. Подведем итог. Если мы выражаем свои чувства, мы говорим I feel good или I feel bad, то есть ставим прилагательное после глагола feel. Если мы чувствуем что-либо, мы говорим I feel и ставим существительное. А возвратное местоимение себя здесь излишне. То есть мы не будем рассказывать собеседнику, где и как мы себя трогали. Мы произносим не могу со звуком e. Hand. И, наконец, мы бегаем трусцой для здоровья. Дяг. Учите английский с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok